Форбес, США, Меркель спасает северный поток, но не потеряет ли Путин газовую монополию России? Пол Григори Форбес, США 12 февраля 2019 года Германия, самопровозглашенная защитница европейского единства, внезапно оказалась в политической изоляции, поскольку другие европейские страны встали на сторону президента США Дональда Трампа Германия заявляет, что северный поток, 2, это исключительно коммерческое предприятие двух достигших соглашения стран, однако та поддержка, которую Германия оказывает северному потоку, 2, обернулась для нее настоящей политической катастрофой, изолировавшей ее от остальной Европы 8 февраля Евросоюз сделал первый шаг на пути к тому, чтобы превратить российскую газовую монополию Газпром из инструмента российской силовой политики в регулируемую энергетическую кампанию, лишенную привилегий монополиста Германия, самопровозглашенная защитница европейского единства, внезапно оказалась в политической изоляции, поскольку другие европейские страны встали на сторону президента США Дональда Трампа Для Германии это стало горькой пилюлей Между тем Путин и Германия пожаловались, что США вмешались в ситуацию только для того, чтобы реализовать свои планы по продаже собственного дорогого жиженого природного газа в Европу Когда в пятницу, 8 февраля, постоянные представители стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы проголосовать по третьему энергетическому пакету, проект строительства газопровода «Северный поток-2» уже был в опасности Даже верная союзница Германии и Франция накануне заявила о своем намерении проголосовать против этого совместного российско-германского проекта Без Франции Германия не смогла бы предотвратить голосование против «Северного потока-2» и встревоженная Ангела Меркель приступила к решительным действиям В результате переговоров Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон достигли компромисса, который позволяет всем сторонам снова сразиться позже Страны Центральной и Восточной Европы, а также Украина выступают против строительства этого газопровода, против проекта, который Газпром реализует совместно с пятью европейскими энергетическими гигантами Их аргументы – «Северный поток-2» будет огибать территорию Украины и других стран, через которые в настоящее время в Европу поставляется около половины российского газа «Северный поток-2» превратит Германию в центр газовой торговли и распределения, и нужно будет строить новую инфраструктуру транспортировки газа в странах к востоку от Берлина Хотя сторонники «Северного потока-2» утверждают, что он не увеличит зависимость Европы от российского газа Благодаря конкуренции со стороны СПГ, «Северный поток-2» вместе с предлагаемым «Газпромом» турецким потоком позволит окружить европейский энергетический рынок с юга и востока в тот момент, когда объемы добычи в Северном море снижаются Более того, при нынешних ценах СПГ просто не может конкурировать с российским газом, поставляемым по трубопроводам Контратака Меркель стала свидетельством ее глубокой заинтересованности в «Северном потоке-2» Она надавила на Румынию, которая выступает против этого проекта и которая была председателем на встрече 8 февраля, заставив ее вынести на голосование альтернативное предложение Телефоны в Берлине и Париже не умыкали, пока Меркель пыталась найти компромисс, который заставил бы Францию поддержать «Северный поток-2» Действительно, когда постоянные представители встретились в пятницу, 8 февраля, они приняли предложенный Меркель компромиссный вариант почти единогласно Против проголосовала только Болгария Следующий шаг – это ожидаемое одобрение Европарламента, которое, вероятнее всего, будет получено до парламентских выборов, намеченных на май 2019 года Камнем преткновения стало то, должен ли Евросоюз добиваться того, чтобы все трубопроводы, берущие свое начало за пределами ЕС, такие как Северный поток-2, подчинялись нормам и требованиям ЕС, нашедшим отражение в третьем энергетическом пакете ЕС Нормы Евросоюза требуют, чтобы энергетические компании, действующие на внутриевропейском рынке, отделяли транспортировку от добычи Если говорить о Северном потоке-2, это значит, что российскому газовому монополисту Газпрому придется продать свой газопровод третьей стороне, чтобы отделить добычу от поставок Кроме того, если к Северному потоку-2 будут применяться нормы ЕС, это позволит Брюсселю регулировать продажи российского газа в Европе Это отменит более ранее ограничения Газпрому на перепродажу его газа в другие страны, а также помешает Газпрому предлагать более выгодные цены своим друзьям и наказывать завышенными ценами своих противников Компромисс заключается в том, что Германия будет отвечать за то, чтобы Газпром выполнял все требования Евросоюза касательно отделения добычи от транспортировки, регулирования цены доступа третьих стран к его газовой сети Делать Германию ответственной за регулирование работы Северного потока-2, это как делать лисицу ответственный за курятник Хотя убежденные противники Северного потока-2 есть даже внутри собственной партии Меркель, ее партнеры по коалиции, социалистическая партия Германии, с самого начала активно поддерживали этот проект Тем более что главой его комитета акционеров является бывший канцлер Германии Герхард Шредер Шаткая коалиция Меркель с социалистической партией Германии ограничивает ее Если бы она выступила против Северного потока-2, ее грандиозное коалиционное правительство рухнуло бы, и пришлось бы проводить выборы, результаты которых непредсказуемы США при президенте Трамп перешительно выступают против строительства Северного потока-2, и Трамп даже поднял вопрос об этом газопроводе на саммите НАТО в июле Посол США в Германии Ричард Гринелл Ричард Гринелл, пригрозил пятиевропейским компаниям, вовлеченным в этот проект, санкциями в том случае, если они продолжат сотрудничать с Россией Россия и сторонники Северного потока-2 в Германии пожаловались, что США просто пытаются заставить Европу покупать более дорогой американские СПГ, то есть выступают против Северного потока-2 по исключительно эгоистичным коммерческим причинам Авторы редукционной статьи во влиятельном немецком журнале Spiegel, Der Spiegel, раскритиковали Меркель за неспособность осознать глубину сопротивления Европы и укреплению коммерческих связей с Россией Германия утверждает, что Северный поток-2 – это исключительно коммерческое предприятие двух достигших соглашения стран Однако та поддержка, которую Германия оказывает Северному потоку-2, обернулась для нее настоящей политической катастрофой, изолировавшей ее от остальной Европы Некоторые эксперты в Европе задаются вопросом, стоит ли Европе еще крепче привязывать себя к трубопроводу Зависящему от поведения страны, которая незаконным образом аннексировала Крым, развязала войну на востоке Украины Отрицала тот факт, что ее военные сбили пассажирский самолет, вмешалась в сирийский конфликт, чтобы спасти своего клиента Дерзко нарушила морской закон, захватив украинские военные суды и их экипажи, и продолжает вести гибридную войну и пропагандистскую кампанию против западного мира Разве еще не пришло время Европе и всему миру наказать проблемное государство, расположенное в самом сердце Европы За множество нарушений международного права и норм Пол Григорий, научный сотрудник Гуверовского института при Стенфордском университете Профессор-исследователь немецкого института экономических исследований в Берлине Профессор экономического факультета Хьюстонского университета Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Профессор экономического факультета Хьюстонского университета